Среди большого разнообразия систем защиты по току от перегрузок для автомобилей, для любых других устройств, можно выделить особо старые системы, которые не потеряли актуальность до сих пор. Вот, к примеру, вот такая система, которая не содержит в себе ни микросхем, ни компараторов, и при этом надежно работала и работает, имеет настройки. Да, вот здесь с помощью вот таких потенциометров есть настроечки. И может управлять очень мощными нагрузками. При этом отключая их как по частям, так и вместе. Кроме всего прочего, это реле еще служит маячком реле-поворота. Да, это автомобильное старое реле, которое собрано на дискретных деталях. И его функционал точно такой же, как и у тех схем, которые пытаются вам впаривать сейчас новомодные умельцы, создавая на китайском производстве подделки подобных вот вещей. Подделки весьма широко распространены, и благодаря блогерам они рекламируются, они ставятся в устройство, и в результате устройство выходят из строя. Данное реле, которое автоматически отключает нагрузку, причем мощную нагрузку, такую как лампы 50-ваттные, 100-ваттные, это автомобильное реле, поэтому как бы имейте в виду. Срабатывает благодаря тиристору и вот такому транзистору. Ранее я рассматривал его схему, да и в интернете вы ее найдете легко. Это реле-поворота настоящего мужика, и там я все подробненько разжевывал. Но главные и интересные элементы это датчики тока. Один из которых классический, который используется и сейчас, это резистор, падение напряжения на котором приводит к срабатыванию вот этой вот мудрой схемы. Тиристор как раз в ключевом режиме включает и выключает обмотку реле, чтобы она отключила и обесточила всю схему. Но другие датчики тока базируются вот на таких вот интересных элементах. Я их всего лишь покажу карандашом, что это не резисторы. И они тоже могут включать и отключать. Это по сути дела реле. Токовые реле, которые обеспечивают защиту без электроники. Да, ребятки, никаких транзисторов, тиристоров и микросхем, для того, чтобы сработали два вот этих элемента, вообще не нужно. Как это устроено? Сказал бы в ролике, но лучше в статье. Поэтому ищите в описаниях, или же посмотрите ролик, или почитайте статью «Реле поворота настоящего мужика». И вот такие вот конструкции как раз я бы и рекомендовал для самостоятельной сборки и освоения техники защиты потоку от перегрузок, а не всякую фуфлыгу.